Это Солома, друзья мои, и сегодня у меня для вас весьма необычный и даже странный, на первый взгляд, секрет, который, однако, вам понравится. Ну, казалось бы, зачем засовывать в обувь обыкновенную картошку? Но дело в том, что такой способ поможет сделать обувь более удобной. Например, вы купили классные новые туфли, одели их, и они сразу же начали вам натирать, то есть носить их просто невозможно. Знакомая история. Или одели ваши летние туфельки после зимы, и случилось то же самое, они стали вам натирать. И вот здесь-то как раз поможет картофель. С его помощью можно растянуть туфли, сделать их большего размера всего за одну ночь. И сейчас я расскажу вам, как это сделать. Возьмите картошку. Одну или две в зависимости от размера картошки и размера вашей обуви. Картошку нужно будет очистить от кожуры. Это даст вам гораздо больший результат. И после того, как вы ее почистите, положите ее в носок вашей обуви. И оставьте там лежать целую ночь. Можете завернуть ее в бумагу или в газету, а можете ни во что не заворачивать. Здесь очень важно, чтобы вот эта картофелина была чуть-чуть больше передней части ботинка. Чтобы она как бы немного его распирала изнутри, это очень важно. Ну и вот, картофель будет лежать там всю ночь. И за ночь картофельный сок прекрасно смягчит и растянет кожу обуви. В итоге, внутри станет больше места для ваших пальцев. Этот метод подходит для обуви из натуральной кожи и замши. С тканевой обувью так делать не стоит, потому что картофельный сок только впитается в ткань. Ну и в чем еще плюс? Картофель замечательно впитывает неприятные запахи, которые часто бывают в обуви. Ну и после того, как картошку вы вынете из ботинок или из туфлей, просто протрите внутреннюю поверхность влажной тканью. И все, можете спокойно носить туфельки. Подписывайтесь на мой канал, друзья, нажимайте колокольчик, чтобы ничего не пропустить, ставьте лайки и отличного вам дня!